Доброе утро! Завтра Москве исполняется 877 лет. Все мероприятия пройдут в рамках форума фестиваля «Территория будущего. Москва-2030». Сейчас расскажу, где можно погулять. Предлагаю встретиться в парке искусств «Музеон» и сразу же пойти в киногород. Там в субботу в 12.00 реконструкция съемочного процесса фильма «Карнавал» Татьяны Леозновой. Вы сможете принять участие в небольших эпизодах фильма, а помогать в этом будут профессионалы киноиндустрии. Любители экстрима смогут посерфить или покататься на саббордах. А еще в музеоне проложили искусственную реку. Прокатитесь на каяках по палатам «Бояр». Но это еще не все. В выходные проведут мастер-классы по каллиграфии, русской письменности, раскопкам и созданию народной игрушки. Вход на фестиваль свободный. На Цветном бульваре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Узнаете о фонах и о том, как и кому они помогают. Традиционно будет работать ярмарка, где можно приобрести сувениры, игрушки, сладости и много других любопытных вещей, которые сделаны руками подопечных фондов. Все средства от продаж, конечно же, будут направлены на помощь нуждающимся. А еще организаторы обещают концерт с участием звезд, но имена пока не раскрывают. Фестиваль будет проходить два дня – 7 и 8 сентября. Парк развлечений «Остров мечты» ко дню города подготовил историческую программу. Будет все – от советских игровых автоматов до царских нарядов. Парк разделят на три зоны – это Москва-древняя, Москва-царская и Союз-Москва. Что по активностям? Перетягивание каната, хороводы, поднародные песни и даже дженго по-русски с березовыми брусочками. А еще сможете попробовать легендарную газировку из красного ретро-автомата и принять участие в танцевальном флешмобе. Театр Олега Табакова приглашает жителей города на концерт «Красавица Москва», который пройдет на Северном речном вокзале. Актеры исполнят песни «Я шагаю по Москве», «Лучший город земли», «Полет на дельтаплане», «Город влюбленных людей» и другие. Начало концертов в 17.00. Кроме того, в течение всего дня посетители ждут интерактивные игры, мастер-классы, шоу-программы и диджей-сеты, а вход свободный. На этом у меня все. О том, что интересного происходит в городе, мы рассказываем каждое утро по будням на «Москве-24». С вами была Настя Арсланова. До встречи.